Армянский народ является одним из самых древних на нашей планете. Их официальная история насчитывает более двух тысяч лет. У народа очень богатая культура, интересны обычаи и традиции. Армянский национальный костюм – это культурное, историческое, фольклорное наследие народа, передающиеся из поколения в поколение. Армянский костюм как нельзя лучше подчеркивает традиции и историю своего народа. История армян как народа начинается в IX веке до н.э. с создания Урарского царства. Эта нация на протяжении всего своего существования постоянно подвергалась нападениям иноземцев и гонениям сосвоенных территорий, а также пережила немало тяжелых лет господства иностранных государств. Захватнические войны перемежались с мирными периодами, когда культура и традиции испытывали расцвет. Поэтому костюму армян присущи как элементы для ношения оружия, так и детали, заимствованные от одежды народов, с которыми они взаимодействовали – персы, татаро-монголы, византийцы, иранцы, арабы, греки, китайцы. Причем во время войны с персами армяне условно поделились на западных и восточных. Этот раскол повлиял в дальнейшем на особенности национального костюма тех и других. Пройдя долгий исторический путь, претерпевая множество метаморфоз, армянский народный костюм сохранил свою самобытность. Армянские костюмы – мужские и женские – выполняли эстетическую функцию, несли особый смысл. Женский армянский национальный костюм получил название «Тарас». Армянский Тарас свободных и замужних девушек немного отличались. Семейные женщины с помощью костюма демонстрировали свой статус, а свободные привлекали внимание яркими одеждами. Женские платья были сатиновыми, шелковыми или более теплыми, бархатными. Гардероб армянской женщины состоял из платья свободного или более зауженного фасона, без рукавки, жилета. Платье имело прорезь в рукаве, завязывалось на запах и обязательно подвязывалось поясом с традиционным орнаментом. Жительницы западных районов страны носили разнообразные платья – хатифа, хархана, антифа, джупа. Отличались модели выбором ткани для шитья. Хатифа, хархана, путали имели фасон с широким рукавом и без боковых разрезов. Поверх платья надевался фартук. Его орнамент, цвет, форма могли рассказать о принадлежности хозяйки к определенному району страны. Цветовая гамма женского костюма основывалась на красных, синих, желтых и изумрудных оттенках. Представительницы зажиточных семей вышивали свою одежду серебряными или золотыми нитками. Особое внимание уделялось ювелирным украшениям. Женщины любили украшать себя серьгами, браслетами, дорогими поясами, аксессуарами для висков. Существовала традиция наследовать драгоценности от одного поколения другому. Под любую одежду надевалось нижнее белье, длинная рубашка, которая называлась халав. Она имела достаточно простой крой. Цветовая гамма могла иметь белый или красный оттенок. Еще одна деталь нижнего белья – шаровары пхохан. Шились они из хлопковой ткани алого цвета. Манжеты пхохана были обшиты золотыми нитками или узорной тесьмой. В армянской культуре считалось, что использование в армянской национальной одежде в сочетании красных и золотых оттенков приносит благополучие и жизненные силы. Еще одним основным аксессуаром национального костюма Армении являлись теплые носки – голпа. Очень редко это были однотонные изделия, чаще полосатые или с узором. Они входили в основной список приданого девушки, выходящей замуж. Часто их дарили на праздник крестин. Различные виды распашных и нераспашных платьев являлись в верхней одежде армянок. Отличались наряды только материалом, из которого пошита одежда. Изделия были плюшевыми, бархатными, шелковыми. Кафтан из бархата – наиболее популярная укороченная верхняя одежда армянских женщин. Он обязательно расшивался золотом. Более зажиточные женщины утепляли воротники своих кафтанов или длинных пальто натуральным куньим мехом. В некоторых местностях принято было носить утепленные безрукавки. Пхоша – популярный женский головной убор, который представлял из себя небольшую бархатную шапку – тюбетейку с бисерной золотой расшивкой. В отдельных районах было принято свои длинные косы украшать золотистыми кисточками и подвязывать волосы под поясной шарфик на спине. Пхошу было принято обматывать платочком из шелка в виде тюрбана. В южных районах страны головные уборы имели более сложную конструкцию. На виски, лоб девушки свисали длинные украшения, прикрепленные к шапочке. В других краях было принято носить платок, который закрывал еще и нижнюю часть лица. Делалось это из-за восточных традиций, религиозных соображений. Основой обуви у армян были плотные высокие вязаные носки – голпа. Одевали их как мужчины, так и женщины. В зависимости от региона проживания и материального состояния чулки были хлопковыми, шерстяными или шелковыми. Расцветка была очень разнообразной, яркой. В некоторых частях страны голпы было принято шить однотонными. Традиционной обувью были кожаные лапти – поршни. Использовалась кожа крупного рогатого скота. Подвязывались поршни шерстяными кожаными шнурками. Носили такую обувь все крестьяне, независимо от возраста и пола. Еще один вариант женской обуви – туфли, сшитые из двух одинаковых кожаных кусочков. Это была выходная обувь. Для молодых девушек – желтого цвета, а для дам в возрасте – желтого или красного. Чешмук – женская обувь с лидным загнутым носом. У этого вида обуви не было задника. Женский вариант изготавливался в зеленом цвете. Основная часть таких тапочек была расшита разнообразными орнаментами. Была предназначена для зимнего сезона. В армянской семье на одежду мужчин, в особенности главы дома, обращалось особое внимание, поскольку по внешнему виду мужчины судили о семье в целом. Мужской национальный наряд – многослойный. Это стало его особенностью. А также одежда имела региональные особенности. Поэтому по внешнему виду жители сразу понимали, откуда приехал человек, появившийся в их краях. Армянские мужчины, проживавшие на востоке страны, составляли свой костюм из таких деталей. Рубашка – шабик. Изделия шили из хлопковой или шелковой ткани. Особенностью кроя стал невысокий воротничок. Шаровары – шалвар. Штаны были синего цвета и шились также из шерсти или хлопкового материала. Подпоясывались сверху тонкой тесенкой, на концах украшенной кисточками. Архалук. На востоке это был небольшой кафтанчик, который надевается поверх рубашки. Застегивается на пуговицы или крючочки по всей длине. Шьется из хлопка или шелковой ткани. Завершала костюм чуха. Это шерстяная черкеска, которую накидывали поверх архалука. Длина черкески должна была быть ниже колена. Обязательно наличие длинных рукавов, которые откидываются. Традиционным аксессуаром стал пояс. Подпоясывались кожаным или серебряного цвета ремнем. Гардероб мужчин Западной Армении также был составлен из традиционных частей, которые имели общее сходство с одеждой восточных районов. Однако на Западе были приняты свои традиции. Рубаха являлась привычной основой костюма. Но наряду с хлопковыми и шелковыми здесь надевали шерстяные рубахи. По-другому носили на Западе штаны. Это повлияло на их крой. Фасон штанов был заужен книзу. Брючины обматывались тканью от щиколотки до колена. У западных армян вместо архалука носили не короткий, а полноценный кафтан. Чтобы костюм был полностью завершенным, армянин, проживающий на Западе страны, должен надеть бачкон. Это куртка, которая надевается поверх кафтана и перевязывается в несколько слоев на животе широким поясом из ткани. Подпоясывались мужчины основательно. Для этого им требовался не пояс, а большой лоскут ткани. Его обматывали вокруг талии, а в тканевых складках прятали табак, монеты и ножи. Чтобы познать многогранный мир великой армянской культуры, достаточно изучать все мельчайшие детали национального костюма этого народа. Каждый элемент даст ответ на многие вопросы. В армянском народном костюме сплелись воедино красота, любовь к жизни, к родине, море позитивной энергетики и, конечно, мужество и единство народа. Таким образом, костюм, проходя сквозь время, войны и мирные времена, времена роста и упадка, заимствуя и отдавая, принимал собственный неповторимый вид. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok